Движение с переменной скоростью. Движение с переменной скоростью. Традиционно, начиная с 7 класса, на уроке физики и математики рассматривают равномерное, скажем, прямолинейное движение, в котором работают такие формулы. Путь равняется скорости, умноженной на время. Ну и, соответственно, чтобы найти скорость, надо путь разделить на время и так далее. Тр равняется С делить на время. Простые формулы. Но в жизни, в реальности, очень часто мы с вами осуществляем движение с переменной скоростью. Вообразим, что наш путь так уж. Сначала мы идем по равнению, а потом поднимаемся в гору. Схематически. Вот такой вот наш путь. Как в этом случае меняется наша скорость? Давайте рассмотрим зависимость скорости от пройденного пути. Для удобства будем считать, что наш путь равен двум единицам. 2 километра, 2 мили, неважно. Вот так вот, безразмерно лечим. Так. И сначала, пусть это половинки этого пути, и в начале, когда мы движемся с вами по равному, по равнине, у нас скорость большая. По сравнению с той, с которой мы движемся, поднимаясь в гору. Вот такая функция. Такие функции популярны, называются кусочно-постоянными. Значит, на первой половине пути одна скорость, на второй половине другая скорость. Можно так двигаться. Но можно пообразить, что тот же самый путь, тот же самый путь, мы проходим с постоянной скоростью. Мощность автомобиля, допустим, такова, что он едет с одинаковой скоростью и по равнине, и в гору. 60 километров в час. Так. Вот такая ситуация. Значит, здесь S, здесь скорость. Ну, будем считать, что вот здесь скорость у нас равна V, когда она постоянная. А в первом случае значения двух скоростей таковы. Вот на первой половине пути скорость равна V плюс R, а на второй половине пути скорость равна V минус R. В минус R. Обозначим время движения вот с переменной скоростью, чекот Т1. Время движения с постоянной скоростью Т2. Проще всего найти Т2. Это движение с постоянной скоростью. Т2 равняется, что тут получается, путь. Путь 2 делить на V. Чтобы посчитать время движения в первом случае с переменной скоростью, надо рассмотреть два участка пути. Значит, на первом участке проходит путь единица со скоростью V плюс R. Скорость большая. Потом второй участок пути со скоростью V минус R, а путь тоже единица. Единица. Так, преобразовываем. Сложены эти две дроби. Найдем сумму. V квадрат Z квадрат. Общая зиминация. Ну и, если сложить дроби, что получится в числителе? Кто скажет? Программа 2V. 2V. Два значения. Выражение для Т1, вот эту дробь, оценим снизу. Значит, здесь знаменатель у нас маленький, будем считать. Мы возьмем больший знаменатель. V квадрат. Так, это верное равенство. Посмотрите. Знаменатель у дроби у нас увеличился. Мы прибавили этот подзначный дробь, уменьшился. Сокращаем здесь на V, получаем 2 делить на V. Значит, это есть Т2 у нас. Стало быть, делаем вывод. Вот Т1, время движения в этом случае, больше времени движения во втором случае. Теперь, пожалуйста, вспомните. Вам же это знакомая ситуация. К какой популярной школьной задаче относятся вот эти вот графики? Я даже одну букву использовал, которая вам может подсказать. Вы решали задачу подзвижения по течению реки. Вот из пункта А в пункт Б идет катер со скоростью собственная плюс скорость идти. И потом он возвращается назад из пункта Б в пункт А со скоростью В минус Р. И вот в школьных учебниках есть задача. В каком случае потребуется больше времени катеру, чтобы пройти из А в Б и обратно? Или же пройти тот же самый путь в озеро? В каком случае? Решали такую задачу? Препоминаете или нет? Да, наверняка решали. Так вот эта ситуация, смотрите. Вот это движение с собственной скоростью по озеру. Собственная скорость катера. А здесь тот же самый путь с длиной 2С, только единицу мы проходим по течению со скоростью В плюс Р, а потом катер возвращается назад. Вот получается такой результат. Значит, знакомая ситуация. Это второй сюжет. Ну, чтобы привыкнуть вот к таким графикам, они действительно для вас, может быть, непривычны, поскольку вы обычно рисуете зависимость С от времени или зависимость скорости от времени. А здесь скорость зависит от точки пути, от места положения. Скорость зависит от пути. Ну, я привел пример, когда это действительно так бывает. Скорость зависит от того, где мы с вами находимся. На велосипеде едем по асфальту, начали продолжить движение по грунтовой дороге, скорость уменьшилась. Песок пошел, там вообще можно завязнуть в песке. Хорошо.